Приветствую на канале Анатонка. Сегодня поговорим о глубоких мышцах груди. Межреберные мышцы, мускули, интеркосталис, короткие и плоские, располагаются в межреберях и различают наружные, внутренние и так называемые самые внутренние мышцы. Наружные межреберные мышцы, мускули, интеркосталис, экстерни, начинаются от нижних краев ребер к наружу от борозды ребра, направляются косо вниз, кпереди, прикрепляются на верхних краях ниже расположенных ребер. Данные мышцы будут отсутствовать в области хрящей ребер. Вот реберные хрящи. Здесь можно увидеть так называемую наружную межреберную мембрану. Мембрана интеркосталис экстерна. В то же время в задних отделах грудной стенки наружные межреберные мышцы прилегают к мускуле леваторес костарум. Это мышцы, поднимающие ребра. Об этом мы поговорим чуть позже. Следующая мышца, которую нам необходимо рассмотреть, точнее группа мышц, это внутренние межреберные мышцы. Мускули, интеркосталис, интерни. Они начинаются от верхних краев ребер, направляются косо вверх кпереди и крепятся на нижних краях вышерасположенных ребер кнутри от так называемой борозды ребра. Их нет в заднем отделе межреберия к сзади от углов ребер. Здесь можно увидеть так называемую внутреннюю межреберную мембрану. Мембрана интеркосталис интерна. Уберем выделение. Так. Далее. Самые внутренние межреберные мышцы мускулис, интеркосталис и интими располагаются на внутренней поверхности внутренних межреберных мышц и имеют, как вы обратили внимание, одинаковое с ними направление волокон. Прикрепляются к внутренней поверхности смежных ребер. Мышцы заполняют половину межреберия касаясь своим задним краем подреберных мышц. мускулис мускулис субкосталис подреберные мышцы. Сейчас мы найдем выгодное обзорное поле. Данные мышцы располагаются на внутренней поверхности нижних ребер в области задних их концов. Имеет также начало и направление мышечных пучков, как и внутренние межреберные мышцы. Но в отличие от них пучки перебрасываются через одно ребро. Функция данных мышц заключается в экскурсии грудной клетки при акте дыхания. Следующая мышца, которую необходимо вспомнить, это так называемая поперечная мышца груди. мускулюс трансверзис торацис плоская, тонкая, верообразная перележит к внутренней поверхности передней грудной клетки. Начинается от внутренней поверхности мечевидного отростка и нижнего отдела тела грудины. Пучки мышцы расходятся косо вверх и латерально и крепятся к внутренним поверхностям ребер. В частности, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого. Хотя при обзоре литературы вы можете натолкнуться на третье, четвертое, пятое, шестое ребро. Далее, мышцы, поднимающие ребра. Мускулюс леваторес костарум. Данные мышцы имеются лишь в грудном отделе позвоночного столба. Они прикрыты мышцей, выпрямляющей позвоночный столб, мускулюс верообразно расходящихся мышечных пучков. Они начинаются от поперечных отростков седьмого шейного позвонка и одиннадцати грудных позвонков. Направляются косо вниз и латерально. с небольшим расхождением пучки крепятся к углам ниже расположенных ребер. Зачастую в нижних отделах грудной клетки имеются мышечные пучки, которые перебрасываются через одно ребро, как в данном случае. Это так называемые длинные мышцы, поднимающие ребра. мускулюс леваторис костарум лонги. Ну и соответственно в отличие от них выделяют мышцы, поднимающие ребра, которые короткие. мускулюс леваторис костарум бревис, идущие к соседним ниже лежащим ребрам. Обратите еще раз внимание, как это все должно выглядеть. Функция определена названием этих мышц, а именно поднимают ребра. Подписывайтесь на канал Антонко, комментируйте и помните учение свет. свет. Продолжение следует